привет друзья привет подписчики значит вот моя тачка любим грузить по полной говорится чтоб не рассыпалась она вся у меня укреплена сделано сам ковш сделан у меня из бочки из старой бочки такой 220-240 литровый работает она бомба 150 а то и все 200 килограмм но колеса но колеса у нас значит последний ремонт машина была взята новая было заполнено вот таким вот материалом то есть спиненный полиэтилен он возвращается он вообще как на стул ароматизатор на скутере у меня сделано из такого вот десятилетия не может работать то есть этот материал имеет возврат а все что пена показывают еще другие варианты все это ребята под вопросом теперь нюанс другой ребята одну стройку выдержит такое колесо не больше ну и конечно там пару десятков тонн перетаскачивают и все на этом все не выдерживает пластик а я вот это вот такое вот пластиковое колесо то есть это не резина вы понимаете да если это была бы резина я там думал от скутера поставить что-то либо другое но на размер не стандартный конечно хорошо было бы поставить колесо от стартера от стартера скутера колесо поставить там передняя задняя подобрать можно конечно но этого у меня ребята нет и она может здесь еще задевать тоже нюансы поэтому мы будем на горячую как говорится переделывать колесо я вам покажу как можно сделать вечное колесо то есть я уже переделывать больше я не хочу или выбросил диск или как но оно должно поработать значит вот здесь ребята уже вставлены подшипники выбиты родные которые рассыпались поставлены подшипники они уже раз качались конечно но пока колесо ходит-ходит диск ходит-ходит а вот шина никак сейчас у меня намечается большая работа по засыпкам да и корма таскать приходится постоянно поэтому будем делать в уме созрела одна мысль простая надежная и дубовая но как она себя покажет мы будем все это смотреть и попробую вам показать потому что я не знаю как это получится но что-то представляю у себя в уме друзья так вот показываю вам диск шину которая была ну резина которая разрушается проблема вся в том вот она набита у меня свиненым полиэтиленом который работает долго но если бы не резина то работала может еще и дальше в принципе она еще бы походила какое-то время но на большие грузы уже она не подойдет смотрим на диск диск металлический ну какой есть такой есть родной вставлены подшипники номер не вижу но может здесь увижу 202 подшипник стоит вот такой вал нормально они что разбиваются уже разбился на такие грузы ну поработает выбросил поставил новые потом как бы так теперь чтобы нам сделать сюда шину шина должна быть износостойкой и износостойкой у нас резина например летняя резина это r14 очень толстая но длину уже подбирайте сам обращать внимание нужно на то что очень толстая резина с ней толстая трудно будет работать поэтому я взял более стёртую резинку и вот конты как раз совпадают с этим размером диска если что его чуть под контуем в общем и будем одевать пару оборотов надо сделать пару оборотов вот точить его пошлифовать чтобы круг был на лесенке не ступил так вот ребята расстелил я эту камеру получил ребята вот такой вот обод полоску да она мягкая жесткая амортизации может быть будет немного но служить она должна ребята долго а это ребята прокол это я клеил когда-то ребята но мы его вырежем он нам не нужен как бы так ребята диска половина вы потеряете конечно да потому что потеря идет очень большая если лицо грязное не судите лихо значит работа тяжелая аккуратная очень опасная отдача идет от болгарки идет отдача получается асфальтная ложка как будто выделяется я еще не подготовил все мы это будем смотреть значит задача такая у нас железный корт очень тяжело обрабатывается значит задача такая его загнать сюда мы его загоним даже чуть-чуть ребята если даже чуть-чуть раздвинем чуть-чуть ребята если даже где-то разбортуем ничего страшного нет разбортовали вставили подбили а может так и оставили вот так как-то главное чтобы она сидела хорошо так это начальное тело почему я вам объяснил дальше это значит вот такими движениями руки то есть отвертки точнее мы загоняем ее сюда никогда он отсюда не выскочит ребята конты на покрышке хорошо показывали где резать покрышка желательно чтобы летнее было и покрышка но мягкая вам нужно самое главное мягкое от этого будет амортизация получит и работать с ней будет полегче а служить служить они будут полегче есть еще покрышки европейские там металлической фракции нету то есть если здесь металлическая сетка идет стальная для русских дорог как говорится для российских дорог то здесь нету вот я порезался видите да кровище так что аккуратно надо работать аккуратно скорее всего ну вот ребята у нас такая задача здесь значит вы видите шишку да видите шишку главное нам знать сколько у нас будет оборотов хватит ли нам вот этого всего для того чтобы можно было катать вот у нас ребята всего два оборота получается маловато конечно маловато желательно обороты чтобы было крыль и тогда будет вот такая высота и диск не будет задевать конечно за землю пол землю пол значит задумка заключается в чем то что здесь мы конец должны сточить чтобы он плавно нарастал когда садится будет более лучше а вторую часть мы тоже должны сточить чтобы он садился сюда идеально вот 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 это у нас высота будет двойная желательно конечно был еще один слой но одной камеры не хватает ребята почему я взялся за две камеры ребята ну вот вырезал я две полоски и мы начинаем делать направляющие так порезки все равно как-то отклоняются с пороном поэтому я решил по порядку идти по порядку пока по порядку идти саморезы выбрал такие ребята вот заканчивается у нас кант начинаю вот здесь дальше выбрал двадцатку ребята вот так вот зашел в первую зашел в вторую дальше ребята так я добьюсь хорошей натяжки и хорошей упругости с первой направляющей так как она сидит сам корт сидит весь в диске если эта часть будет болтаться будет болтаться эта часть то соответственно камера будет бегать это мы только делаем фиксацию пока а дальше мы будем укреплять все вместе так вот так вот ребята это только направляющие чтобы все сидело ровно и делально как немного надо будет жесткая тачка с тряской но ничего это не бизнес класс свою функцию она выполнять будет нет не прошло нет не прошло не прошло не прошло вот так вот вот так вот все нужно намного сильнее ребята все главное направляющие создать правильно дальше будет поверьте есть а 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 Вот так вот, ребята, сейчас создадим направляющие И никогда диск у вас не повредится, потому что он будет принимать на себя нагрузки Вот, ребята, вот идет у нас вот здесь соединение И мы вкрутим сюда Вот это вот так тридцатку Вот так вот тридцатку скрутили Вот у нас идет очертание колеса Потом мы будем скручивать вот так вот в шахматном порядке саморезы Чтобы никуда ничего не убежало Но работать, ребята, будет По крайней мере, пока не умрет само колесо с диском А на это надо очень много времени и тяжести Дальше переходим, ребята, на тройку Увеличился у нас оборот Вот так Соответственно, мы подтягиваем ее Откручиваем, ребята, ее наискость Соответственно, он подтягивается Уже я чувствую, что колесо дубовое есть И вам нужна толщина Есть Обязательно крутим наискость Так он натягивает колесо Очень натягивает Никогда никуда не сойдет И не будет провала, ребята Тут один провал у нас есть Но мы его будем исправлять Вот как-то там Вот это мы сейчас ровно Надо будет отрезать И уже после этого Одеваем второй Вторую резину Второй слой То есть будет несколько слоев Такого вот пирога, ребята Такого вот пирога Будет несколько слоев Так вот, ребята На первом соединении Там, где у нас начало Конта резины Я обрезал Сантиметр, отступил И обрезал Первую полосу резины Вторую полосу я продолжаю Уже Отступил два сантиметра Ребята Два сантиметра отступил И продолжаю далее Почему тем самым Я скомпенсирую Вот эту, ребята Ступеньку Мне так кажется Вторая резина Камера потолще Чем первая Первая стерта побольше Ну, разницы как бы нету Амортизация должна быть лучше Пока идет насадка просто Просто насаживаем Она натягивается А опоры потом будут потом Хотя посмотрим Как оно все выйдет Амортизация Кручивается, ребята, хорошо, но даже отходит, ничего, 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 как раз я считаю, что получится все хорошо, должно получиться все хорошо. В крайней мере, здесь нам тоже придется натянуть, придется тоже натянуть. Стараться попадать в середину, чтобы все садилось идеально. Так вот чувствуется, что саморез скручивается во что-то. Откручивается он очень хорошо, потому что здесь в корте идет металлическая сеть. Саморезы подорожали, ребята, в два раза. А вот кое-что нашел, купил, но уже подорожало значительно. Все они идут со сверлом, но последнего достался и сверла, ребята. Есть такое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Вот он у нас каунт Значит у нас здесь еще один делай Здесь делай И вот последний слой идет Вот он последний оборот ребята Вот он Вот он последний оборот И он дойдет до сады А потом мы будем резать его ребята Здесь значит мы должны будем разрезать А верхний второй вложить вовнутрь И тогда ребята Должно получиться Переход должен получиться Очень такой слабый Хотя уже ребята По колесу видно что все хорошо Ну двигаемся дальше Нам по любому остается двигаться дальше Саморезы у нас где-то была Вот тут Побольше 42 идут Начинаем Применять ребята Саморезы 42 уже идут Если я не ошибаюсь Все длиннее и длиннее Все длиннее и длиннее Вот так вот ребята Вроде 42 Очень ровно надо Выкладывать Выкладывать опять же В отец Вомнии 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 Винка Да, ребята, мы попали в саморез, но ничего, закрутим в другом месте. Мы попали в саморез какой-то, ничего страшного нету, закрутим его дальше. Есть. Просто мы попали в саморез, ребята. И вот второй оборот должен накрыть нашу точку и влезть вовнутрь. Ну, попробуем это сделать, ребята. Если мы это сделаем, у нас будет колесо. Да, оно будет тяжелое, да, оно чуть-чуть будет дубовое, ребята, но эта вещь будет работать. Просто у меня уже раз, я раз переделал камеру, второй раз переделал, третий раз, камера у меня еще, еще одна камера осталась. Но, ребята, это ненадолго все. Надо сделать так, чтобы забыть. Так вот, ребята, вот у нас получилось колесо. Один переход, практически его нету. Конечно, чуть-чуть есть, но этот паз, горд, который не сточен и остался, он будет опускаться при нагрузке в то место, где ничего нету, то есть в пустоту. И со временем он просто осядет, просто осядет так, как ему нужно. Ну, корд может, проволока может со временем выходить чуть-чуть. Руками мы ее все равно трогать не будем, забыли. Значит, боковые, сейчас в модном порядке, сейчас в модном порядке стверлить ничего не буду, так как, если обратить внимание, это амортизация и покрышка должна чуть-чуть играть, не забывать играть по лево-право хотя бы. Поэтому середина здесь и внутри в слоях не даст увести как бы саму покрышку куда-либо. Я боюсь ее сильно, ребята, трогать, потому что она будет царапается. Ну, а внизу на земле пусть царапает и что угодно делает. Значит, единственное что? Единственное, так как мы вперед катим ее, то она должна стоять на тачке, именно вот так вот. То есть мы катим вперед ее, тачка катится вперед, вот так вот. Так переход будет плавней. Плавней, и как раз он будет прожимать, и при нагрузке перехода как бы такого не должно быть. Сейчас попробуем все это, ребята, одеть. Я думаю, что такая покрышка будет служить верой и правдой очень долгие годы. Есть, ребята, еще вариант второй. Вот такой вот шланг, он бывает пятьдесятка, а то и шестьдесятка. Если его подобрать именно под размер, чтобы он четко посадился в диск, ребята, и его скрепить по окружности, это тоже будет неплохое решение. Но все шланги у меня вот такого диаметра, и заморачиваться и искать что-то где-то либо я уже не стал, ребята. Поэтому вот то, что есть, под руки попало, что всем работаю, что есть дело. И я думаю, что эта вещь, ребята, будет самая надежная и надеваемая. Теперь, ребята, я хочу закрутить и показать все-таки, насколько этот переход влияет, насколько он влияет. Ну, стяну с огородки когда-нибудь, когда-нибудь, ну и лаком руки. Да, сейчас плоскогубцы еще возьмем. Да, все, здесь нет. А, нет, особо ее не может быть. Все, ребята. Ну, подширдихи чуть поджимает. Ну, что, пойдет. Оно открутится, а не закрутится. Ребята, прекрасно, я не знаю на сколько, ребята, маленький Маленький переходик есть, сейчас дрошу сюда мешок Килограмм 35 где-то, где-то 35 килограмм, ребята Ребята, да вообще это сказка, она катится, двумя пальчиками можно держать Вот это да, ребята, сколько же, сколько же горя мне, сколько проблем мне принесли, ребята Вот эти колеса сделайте так и вы забудете о всех проблемах Да, и срабайте руки, но это будет один раз А проработает такое устройство лет 10 А там или я сдохну, или колесо сдохнет Вот так вот, ребята До связи Подписывайтесь, ставьте лайки А мы еще увидимся с вами Моих других игроков Субтитры сделал DimaTorzok